Нужно ли телеге «пятое колесо»? В Мариел сохраняется тенденция навязывания потребителям дополнительных услуг. Особенно часто этим грешат сотрудники организаций финансовой сферы и автомобильных салонов. К примеру, цены на так называемые допы при покупке машины могут достигать 250 тысяч рублей и более. Тем временем в нашей республике появился первый судебный прецедент, когда покупатель смог отстоять свое право на приобретение машины без установки дополнительного оборудования. Подробности в следующем материале. Заметный рост цен на автомобиле начался еще в первой половине прошлого года. Цифры на ценниках выросли в среднем 10 и более процентов. И тенденция к сегодняшнему дню остается неизменной. По мнению экспертов, основная причина повышения цен заключается в нехватке чипов микросхем, необходимых для панели управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, а также подражания черных и цветных металлов. Поэтому сегодня автомобиль не просто дорогое удовольствие, а дефицитный товар, чем и пользуются некоторые дилеры. Есть дилеры, которые продают действительно доп. оборудование, именно необходимое человеку. И человек сам скорее даже выбирает это доп. оборудование. А есть именно навязывание. Но то, что происходит последний год, оно предиктовано в первую очередь дефицитом глобальным автомобилей. И дилер, имея, например, плановые показатели 100 машин в месяц, получает 30-40 автомобилей. Он, естественно, будет навязывать услуги, чтобы получить ту прибыль, которая у него заложена для осуществления нормальной работы. К навязанным продуктам и услугам можно отнести все услуги, не предусмотренные производителем. Так, установка сигнализации, улучшение интерьера, аудиоподготовка, программное обеспечение, покупка доп. комплекта шины являются доп. услугами. Навязывание их покупателям дилеры стараются максимально защитить юридически. Зачастую потребителям, не согласным с такими условиями, приходится обращаться в Роспотребнадзор. И вот в конце прошлого года появился прецедент. Покупатель автомобиля через суд смог вернуть деньги за навязанные ему услуги. Межкаролинским городским судом взыскано в пользу потребителя 66 тысяч рублей. Из них 51 тысяча сумма опционного договора, неустойка за пользование чужими средствами в размере тысячи рублей, тысячи рублей компенсации морального вреда и 13 тысяч рублей штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя. Это первое подобное дело в республике в очередной раз подтверждает, что свои права можно и нужно защищать. Что же касается долгожданной покупки железного коня из салона, печальная для потребителей тенденция сохраняется. Только за первые 10 дней 2022 года, по данным издания «Коммерсант», новые автомобили в России подорожали в среднем на 3%. Продолжение следует...